Статуэтки они нашли своих героев. В минувшие выходные в Чебоксарах подвели итоги международного кинофестиваля. На этот раз члены жюри отметили немало картин, снятых региональными режиссерами, которым удалось отразить жизнь малых народов. В итоге награду достоилось больше половины конкурсных картин. О лучших сюжет моего коллеги Дмитрия Ковалева. Якутское кино – особенный феномен, и это вновь подтвердил международный фестиваль в Чебоксарах. Сразу три картины из дальневосточного региона сражались за победу в конкурсе национального кинематографа. Одна из них завоевала приз за лучшую режиссуру. В Якутию отправился и приз зрительских симпатий. Большинство голосов чебоксарцы отдали картине «Костер на ветру». В основе сюжета – печальная история старика, потерявшего своего сына. Эту кинодраму снимали на чистом энтузиазме, и режиссером выступил директор обычной школы. Приехать за награды в Чебоксары он не смог. Проводил последний звонок для учеников. Статуэтку призеру пообещал передать член жюри, тоже уроженец Якутии. Дима тоже давно мечтал снимать кино, делал ролики, снимал любезные фильмы. А потом вот решил снять стоящий фильм и уже отметился очень во многих фестивалях. За очень короткое время объездил почти весь мир. Директор Якутской школы получил приз за лучшую режиссуру. Двойной успех и у картины «Иван». Члены жюри присудили ее актерам награды за лучшую женскую и мужскую роли. Статуэткой они отметили и актерскую работу Оскара Нагаева. Фильм «Изуфы с любовью» стал его дебютом. Большое спасибо хочу сказать членам жюри. Большое спасибо моему режиссеру Айнуру Аскарову. Чебоксарский кинофестиваль продолжает бить рекорды. В этом году в конкурсных программах было представлено 27 картин. Расширяется география. За призовые места боролись картины Санкт-Петербурга, Москвы, Киргизии, Якутии и Чуваше. Картину чувашского режиссера «Принять удар» отметили специальным призом. Члены жюри говорят, что нынешний фестиваль показал – национальное кино развивается, но ему необходима поддержка. Подобные кинофестивали подогревают интерес к картинам, отмечает известный продюсер Марк Рудинштейн. Кино не то, что нужно, но необходимо. В этот момент собирается вся культура, республики. Все, что есть лучшее в искусстве, собирается на кинофестивале. Вот почему нужно проводить кинофестиваль. На закрытии кинофестиваля звезды охотно отвечали на вопросы журналистов, раздавали автографы. Известный композитор Юрий Патиенко даже сыграл на пианино музыку из фильма «Анна Каренина». Не менее масштабно организаторы намерены провести следующий фестиваль. Перешагнув десятилетний рубеж кинофоруму, удалось приобрести немало поклонников. Большинство конкурсных показов проходили с аншлагом не только в столице республики, но и в районах. В прошлом году мы ввели шесть новых кинозалов и в городских округах, и в сельской местности. В этом году средства выделили в бюджете еще семь современных кинозалов. Интрига сохранялась до последнего. В итоге гран-при юбилейного фестиваля завоевала картина «Завещание отца». В этой киноленте создатели пытались отразить проблемы миграции малых народов. Люди уезжают из страны, да это даже не нашей страны только касается, а почти всего мира, где идет проблема миграции, где очень сковано. Самое главное то, что люди должны возвращаться на свои родные земли. Вообще, говорят, мэтры кино у регионального кинематографа большие перспективы. Оригинальные идеи есть, но чтобы создать качественный продукт, нужны и деньги, и команда единомышленников. Организаторы Чебоксарского фестиваля надеются, что в следующем году на их суд поступят именно такие работы. Надо вообще кино найти какую-то золотую середину, взять то, что было в прошлом, истории, легенды. Найти возможность финансовую, технически взять ту технику, которая могла бы поднять уровень, на большой уровень, и выйти на Берлинский фестиваль, на Америку, на Оскар. Дмитрий Ковалев и Олег Якимов. Республика.